Тайны Вселенной 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 На Марсе существуют горы выше Эвереста, а гора вулкан Олимп является в настоящее время самой высокой горой в Солнечной системе, известной человечеству. Никто из людей или животных не выжил бы на Марсе без специального скафандра. Давление на Марсе настолько низкое, что кислород в крови мгновенно превратился бы в газовые пузырьки, что привело бы к моментальной гибели. В связи с отсутствием на Марсе озонового слоя, при восходе Солнца поверхность планеты получает смертельные дозы радиации. Атмосфера на Марсе в 100 раз более разряженная, чем на Земле, но и этого вполне хватает для образования ветра и облаков. Температура на экваторе Марса колеблется от плюс 30 градусов в полдень и до минус 80 градусов по Цельсию в полночь. Вблизи полюсов может снизиться до минус 143. Во время зимнего периода на планете замерзает и выпадает в виде сухого льда около 20% воздуха. На Марсе очень часто бушуют самые свирепые и мощные пыльные бураны, известные человечеству. Скорость ветра порой достигает более 180 км в час. Продолжаются бури несколько недель и могут охватить всю планету. Чаще всего бури возникают тогда, когда Марс приближается к Солнцу. У Марса нет колец. Зато есть две небольших луны. Деймос с греческого паника и Фобос страх. Первый из которых восходит на западе и садится на востоке два раза в сутки. Второй с другой стороны. Ему требуется 2,7 суток, чтобы встать на востоке и сесть на западе. Первым из людей, увидевшим Марс в телескоп, был знаменитый итальянский ученый Галилео Галилей. Это произошло в 1609 году. Из всех космических аппаратов, запущенных на Марс, лишь одна треть смогла успешно выполнить свое задание. Остальные бесследно исчезали. Ученые высказали предположение, что на планете возможно находится марсианский Бермудский треугольник, который поглощает космические спутники. После того, как к Земле было отправлено множество спутников, астрономы все же смогли установить новые факты о Марсе, которые касаются ее атмосферы. Сегодня можно точно сказать, что Марс – это пустыня, которая протягивается на всю планету. При этом все красоты Марса – это только суша и нигде капельки воды. Мы уже говорили, что атмосфера Красной планеты не способствует тому, чтобы на поверхности или в недрах грунта зарождалась жизнь, или хотя бы вода. Однако на полюсах Марса ученые давно заметили так называемые ледяные шапки, которые не тают, а лишь немного меняют свою форму. После того, как этот лед был доставлен на Землю, провели его тщательный анализ. За счет того, что температура в полярных районах невероятно низкая, этот лед не поддается даже воздействию агрессивных солнечных лучей, которые безжалостно проникают через его тонкую атмосферу. Сам же он состоит из углекислоты и углекислого газа. Он входит в категорию сухих льдов и в очень малых пропорциях испаряется в атмосферу. На протяжении многих десятилетий ученых интересует тайна Марса, связанная с его необычным рельефом. Дело в том, что между северным и южным полушариями этого космического тела существует колоссальная разница. Первое из них представляет собой самое гладкое место, которое можно было бы найти в нашей Солнечной системе. Его рельеф низкий и плоский. Ученые предполагают, что такой характер поверхности сформировался под воздействием воды, большие объемы которой находились здесь много лет назад. А вот южное полушарие, в противовес северному, полностью покрыто различными по размерам кратерами. К тому же оно выше в среднем на 6 километров. Если у ученых предположение о причинах формирования столь необычного рельефа, какова в данном случае разгадка тайны Марса? НАСА, ведущая активное исследование Красной планеты, предполагает, что подобные отличия, вероятнее всего, вызваны либо космической бомбардировкой мелкими объектами, либо падением гигантского астероида, которое произошло в далеком прошлом. Однако до сих пор никто не может однозначно объяснить причину такой большой разницы в рельефе марсианских полушарий. Другой тайной Марса является наличие метана, присутствующего в атмосфере Красной планеты. На Земле этот бесцветный газ является простейшим углеродородом, вырабатывается биогенным путем. Его появлению способствуют процессы биохимической и химической трансформации органических веществ. По оценкам ученых, метан в атмосфере Марса может просуществовать в первоначальном виде всего 300 лет. То есть по нашим земным представлениям, этого газа на Красной планете быть просто не должно. Тем не менее, он в атмосфере Марса присутствует, причем в достаточно больших количествах. Откуда он поступает в нее? Предполагаю, что разгадка тайны Марса кроется в его вулканической активности. Однако никаких признаков данного процесса исследовательские аппараты, посетившие Красную планету, не обнаружили. Так что поиск источника метана продолжается. Вопросы о существовании жизни на Марсе продолжают будоражить умы человечества. Началось все в 1877 году, когда итальянским астрономом Джованни Скипарелли были обнаружены целые системы прямых длинных линий, которые впоследствии назвали марсианскими каналами. С этого момента главной тайна Марса стала заключаться в ответе на вопрос, существует ли на нем жизнь. Причем писатели-фантасты подразумевали присутствие на Красной планете разумной цивилизации. Позже был неоспоримо доказан тот факт, что Марс очень сухой и холодный. Кроме того, его атмосфера намного разряженнее, чем на Земле. Каналы оказались ничем иным, как оптической иллюзией, которая возникала при рассмотрении планеты в телескоп. Надежды найти собратьев в космосе окончательно растаяли в 1965 году, когда зонд Маринер-4 передал на Землю фотографию безжизненной поверхности. Тогда казалось, что в вопросе существования жизни на Марсе поставлена жирная точка. Однако, спустя 11 лет до Красной планеты добрался аппарат из серии «Викинг». И тогда ученые поняли, что вопрос о существовании жизни на Марсе вновь можно считать открытым. Впоследствии проводились различные исследования химической активности грунтовых слоев. Были обнаружены органические молекулы хлористого метила и дихлорметана. На снимках поверхности нашли образования, похожие на высохшие речные русла. Все это вызвало массу споров и обсуждений, которые продолжаются и до сих пор. После того, как НАСА выявило на планете наличие соленой воды, стало вполне вероятной версией о существовании на ней жизни. Американское агентство пообещало даже найти подтверждение этому, не далее как в ближайшие 10-20 лет. Также представители агентства заявили о ближайшей задаче НАСА доставки человека на Марс. Возможно, что полет астронавтов позволит раскрыть и многие другие тайны Марса. Одной из них являются загадочные объекты, которые исследователи называют стеклянными трубами, стеклянными тоннелями или стеклянными червями. Ученые предполагают, что все они – это результат жизнедеятельности на Красной планете в отдаленном прошлом. Эти трубообразные объекты порой отражают свет и похожи на перфорированные тоннели – трубы или гигантских земных червей. На сегодняшний день ученые не оспаривают тот факт, что Красная планета обладала гидросферой и атмосферой. Предполагается, что они были выброшены в открытый космос в результате катастрофы. Менее ученых сходится и на том, что некогда на Марсе была влажная и сравнительно теплая среда обитания, пригодная для высших форм жизни. В качестве причины катастрофы называется падение на планету трех огромных астероидов. Предполагается, что именно от них и образовались кратеры, имеющие самый большой диаметр среды подобных образований во всей Солнечной системе. Ученые приблизительно установили и время катастрофы. Согласно данным, поступающим с Красной планеты, это от 17 до 600 тысяч лет назад. Сторонники существования жизни на Красной планете выдвигают в поддержку своей версии фотоснимки странного образования, напоминающего женское лицо. Получены они были еще в 1976 году. Однако, на фоне безжизненных пейзажей планеты, подобное изображение было принято за причудливую игру света и тени. Только несколько позже ученые при помощи специальной компьютерной программы увеличили фотоснимок. Благодаря этому, лицо стало просматриваться отчетливее и еще более приобрело человеческие черты. Конечно, никто не отменял законы теории вероятности, согласно которым игра света и тени может стать причиной появления любого изображения. Однако, это легко проверить. Ведь если поменять направленность освещения, то подобный эффект исчезнет. Однако, снимки космических станций, работающих на разных витках орбиты Марса, указывают на присутствие сфинкса. Кроме того, компьютерная постройка из стереоизображения дала изумительные результаты. А жерелья, ноздри и прочие точки, которые считались помехами, вовсе не исчезли. При этом, ЭВМ отобразила увиденные ею зрачки глаз, а также зубы в приоткрытом рту. Марс, планета, тайны которой на сегодняшний день так до конца и не раскрыты человечеством. Среди них и загадочные структуры, напоминающие пирамиды. Они отстоят от сфинкса на расстоянии 7 километров и представляют собой целый город. По данным, полученным со снимков, пирамид всего 11. Из них 4 большие и 7 более мелких. Многие ученые не считают их результатом вулканической активности или другого естественного процесса. Дело в том, что форма обнаруженных на Марсе пирамид слишком правильная. Они имеют 3, 4 или 5 граней с острыми краями и вершину. Кроме того, на склонах данных образований нет следов от потоков лавы. Отсутствует также и кратер. Современные компьютерные программы обнаружили между пирамидами прямые линии, напоминающие дороги. А также странную круглую площадку, поражающую воображение и размеры пирамид. Самая большая из них находится в центре города. Превосходит земную пирамиду Хеопса практически в 10 раз. Город на Марсе. Предназначение пирамид на Красной планете более или менее понятно тем ученым, которые утверждают, что в прошлом здесь существовала жизнь. А вот о круге, диаметр которого целый километр, спорить можно до бесконечности. С самого начала. Своение космоса люди мечтали о поселениях на других планетах. Кто-то может возразить, зачем нужны внеземные колонии, если и на нашей планете не все идеально. Но смысл таких рассуждений ошибочен. Ибо наука не преследует сиюминутной выгоды. А исследовательский аспект наиболее важен в этом деле. Марс является первым кандидатом на колонизацию. Колонизация Марса с начала 60-х годов. Прошлого века рассматривалась наряду с Луной. Условия на нем, по сравнению с другими планетами, наиболее подходящие. Это и гравитация, пусть неземная, но схожая. И приемлемый перепад дневной и ночной температуры. И самое главное, полярные ледники. Также важным фактором является расстояние. Наряду с Венерой он ближе всего к Земле. Но в отличие от своей сестры, на нем не идут дожди из серной кислоты и не кипятого зора, жидкого олова. Минимальное расстояние составляет 54,5 миллиона километров. Максимальное – 400 миллионов километров. Связано это с разницей орбиты. И каждые два года к нам ближе всего такая планета, как Марс. Колонизация от этого фактора лишь упрощается. На первый взгляд, казалось бы, в чем сложность? Строй корабли, загружай всем необходимым и отправляй с первыми поселенцами. Увы, такое возможно лишь в фантастических книгах середины прошлого века. Где в будущем у каждого своя мечзвездная яхта на дачном участке. Все чаще ведутся споры о том, как можно было бы превратить Красную планету в пригодную для жизни. Рассматривается множество теоретических возможностей, среди которых разогрев планеты атомной бомбардировкой и доставка на Марс льда с колец Сатурна. Теорий и предложений масса. И все они имеют право на успех. Но пока что ни одна из них не опробована на деле. Почему? Потому что несмотря на космическую станцию и регулярные полеты к ней, человечество еще очень слабо продвинулось в переговорах в безвоздушном пространстве. А все проекты терраформирования без участия человека невозможны. И как раз первые поселенцы могут заложить их основу. Смысл этих проектов вертится вокруг атмосферы Марса. Состоит она в основном из углекислоты и слишком разряжена, чтобы на поверхности существовала жидкая вода или нормальные облака. И есть предположение заселить ее бактериями, которые будут вырабатывать еще больше углекислоты. В результате чего газовая оболочка планеты станет плотнее, температура повысится и начнут таять полярные шапки. А вслед за ними пойдут и теплые дожди. В 2011 году БЛА объявлена о старте проекта Марс-1. Смысл его заключался в том, что будет проведен широкий отбор всех желающих покинуть Землю для основания поселения на Марсе. Чуть позже действительно любой человек мог посредством интернета предложить свою кандидатуру. И в случае успешного прохождения теста он зачислялся в ряды претендента, получал специальность и ждал возможностей. Проект этот частный, и все сложные технические работы его руководство планировало передать подрядчикам. А свою выгоду получать, сделав из подготовки колонизаторов реалити-шоу. Желающих, кстати, было очень многое. И их даже не пугал тот факт, что это полет в один конец. Так как в случае чего забрать поселенцев будет невозможно. На данный момент отбор завершен. Но планируется провести еще несколько в течение ближайшего времени. Вообще, многие критикуют Марс-1 и небезосновательно. Так как за 5 лет существования было сделано очень мало, а даты различных мероприятий и планов постоянно переносятся. Также вызывают сомнения критерии отбора участников. Первая сложность – это сам непосредственный перелет на Марс. Колонизация осложняется тем, что даже при максимальной близости к нам Красной планеты, при нынешних технологиях, перелет займет около 7 месяцев. И все это время космонавтам нужно чем-то питаться. А на борту и так будет масса оборудования. Еще одна опасность – это космическое излучение. Для защиты от него нужно разработать специальное средство. Также насущный вопрос – это питание на Марсе. Абсолютно замкнутых систем жизнеобеспечения пока что нет. И колонистам придется надеяться только на себя и оранжереи на гидропонике. И плюс для всего это нужно жилье, хоть какие-либо жилые модули, которые также нужно доставить, без повреждений, спустить, собрать. Ведь случись что, космонавтам придется ждать как минимум 7 месяцев корабль с посылкой. Также еще одним фактором опасности такой вещи, как проект полета на Марс, является его низкая по сравнению с земной силой притяжения. И непонятно, как это скажется на детях, рожденных в таких условиях. Да и самих поселенцах тоже. Ну что ж, на этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok